Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 15 июня, и давайте посмотрим, как вчерашние данные США повлияли на рынок на текущий момент. Вчера по паре евро-доллар мы видели уход выше локальных максимумов 13 июня, значение 12.24, доходили практически до отметки 1.13, что в свою очередь на текущий момент подтверждает продолжение восходящей тенденции по паре евро-доллар. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если паре удастся закрепиться ниже отметки 1.11.91, минимум, который также был зафиксирован вчера. Пара британский фунт и американский доллар вчера также обновил локальный максимум и уходили выше максимумов 12.13 и вчера были показаны максимальные значения за последнюю торговую неделю. На текущий момент, если говорить о продолжении нисходящего движения по данной паре, то необходимо увидеть закрепление ниже отметки 1.27.72. На текущий момент в краткосрочной перспективе тенденция на укрепление остается в приоритете. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое восходящее движение. Вчера также ушли выше максимумов 13.12, обновив уровни в области 0.76.35 и на текущий момент тенденция продолжается именно на укрепление по данному активу. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если паре удастся закрепиться ниже отметки 1.75.23, минимум, который был 13.12. Пара американский доллар и японская иена также продолжают свое нисходящее движение и ближайший разворотный уровень сформировался на отметке 110.32, максимум, который был зафиксирован вчера. Вчера также, напомним, обновили локальные минимумы в области 109.99 и уже открываются дальнейшие перспективы на снижение по среднесрочным целям в области 108.20. Пара американский доллар и канадский доллар также продолжают свое нисходящее движение. Вчера движения были не столь активны по данной паре в сравнении с другими инструментами, но тем не менее, американский доллар и канадский доллар пара двигались довольно-таки активно в предыдущей торговой сессии. На текущий момент разворотный уровень для покупок по данным инструментам находится в области максимума 12 июня, значение 1.34.69. Тенденция на снижение продолжается. Пара евро-фунт вчера обновила локальные минимумы, минимум который был 13 июня и на текущий момент в краткосрочной перспективе мы можем отметить то, что тенденция сохраняется именно на снижение, начиная с сегодняшнего дня. И ближайший разворотный уровень для продолжения покупок по данному инструменту находится в области 88.35. Золото. Вчера попыталось уйти и закрепиться выше максимумов 13 июня, но к концу торговой сессии мы видим возврат и фактически обновление локальных минимумов доходили до отметки 1257 долларов за тройскую унцию. Подобная модель может с большей вероятностью послужить началом нисходящего движения по данной паре. Поэтому здесь будем отслеживать закрепление ниже уровня 1259. И если все-таки золоту это удастся, то тенденция на снижение продолжится. Если этот уровень устоит, то сценарий основной получит подтверждение, а именно движение в область 1294 доллара за тройскую унцию. Нефть вчера вышла из коррекции, обновили минимум 13 июня, значение 47.73. И на текущий момент тенденция на снижение по данному активу также продолжается. Ближайший разворотный уровень по нефти мы можем отметить в области 48.48, максимум который был зафиксирован вчера. Индекс доллара также продолжает свое снижение. К концу торговой сессии также скорректировались, вернулись практически к ценам открытия дня. И ближайший разворотный уровень по данному инструменту мы можем отметить в области 97.10. Если индекс уходит и закрепляется выше данного уровня, то вероятно начало восходящего движения по индексу доллара. Ну и индекс DAX обновил локальные уровни среднесрочные. Доходили вчера до отметки 12921. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление индекса получила подтверждение. И разворотный уровень находится в области минимумов вчерашней торговой сессии значения 12.775. Если индекс DAX закрепляется ниже данного значения, то тогда открывается сценарий коррекции в область предыдущего уровня поддержки среднесрочного уровня области 12.535. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Усаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте в комментариях. И увидимся на следующих обзорах.